Владельцы кофеин Сочи за свой бизнес не переживают. Уверяют, что перебоев с доставкой кофе у них нет. Закупают зерна большими объемами в Колумбии, Бразилии и Африке. На курорте их торговые точки располагают большими складскими запасами кофе разных сортов. Но предприниматели подтверждают, что поставки продукции в России все-таки незначительно подорожали. Мы стараемся оптимизировать все свои расходы, все свои процессы для того, чтобы это подорожание было не столь заметно. Потому что кофейный напиток, кофе, входит уже в ежедневный употребляемый продукт. И цены сильно повышать нельзя. И мы, конечно, стараемся их держать. Причины роста стоимости на кофе эксперты объясняют засухой и заморозками прошлого года в Бразилии. Урожай пострадал, и это привело к подорожанию кофе в два раза по новым контрактам этого года. К тому же с февраля усложнилась и логистика. До этого в основном пути доставки кофе шли через европейские портовые хабы. Сейчас логисты прорабатывают другие схемы перевозок с компаниями, которые продолжают работать по направлению России. В то же время и отечественные производители запускают новые маршруты доставки. Эксперты не исключают, что в 2022 году в связи с подорожанием кофейной продукции может произойти снижение спроса на 5-7%. Небольшой рост уже наблюдают и любители этого ароматного напитка. Правда, от привычного употребления кофе их это не останавливает. Люблю три пальмы. Это наш сочинский кофе. Очень нравится. А тоже дорого, может дешевле сейчас? Дороже. Намного дороже. А в кофе не ходите в сочинские? Ходим. А вот сейчас чувствуют какое-то подорожание, изменения? Не ощущаю. Был коронавирус. Запасы были. Сейчас тоже запасы есть. А вот когда уже все запасы закончатся, конечно, расстроюсь. Мне кофе надо. Подорожание есть, конечно, но всё подорожание пошло. Но что поделать? Но несмотря на изменения логистики и цен, выбор кофейных напитков в местных заведениях по-прежнему большой. От классических вариантов, как экспресса, американо, капучино и латы, до интересных вариантов на их основе. Продолжают действовать и специальные акции для постоянных посетителей. Они не дают кофеманам возможности взять и отказаться от любимого напитка, как бы не поднимались на него цены.